Всем привет, с вами Андрей Кубик. Это заметка конкретно для знающих людей, конкретно по заявкам двух конкретных людей, Димы и Сереги. Дима и Серега, привет. Значит, заявка про общее решение бандажей, во-первых, и во-вторых, общее решение в лабиринтах многомерных. У меня уже был подкаст про, ну в том числе я пишу просто для истории и для себя. У меня уже был подкаст про именно это, но он был как бы полностью заметка для себя, и там вряд ли кто-то что-то разберет, ну если только вот прям конкретно сидеть и разбираться. Поэтому сейчас пытаюсь записать ролик коротенький, более как-то понятный. Тот ролик был уличный подкаст, и в том числе поэтому он такой не очень удачный, потому что я там говорю на ходу, и им не мешают, и он не очень удачный. Значит, идея в чем? У нас есть две задачки. У нас есть бум-пурум-пурум, у нас есть бандажи. То есть вот такие штуки, да, бандажи. Ну, давайте, во-первых, у нас есть бандажи, во-вторых, у нас есть многомерные лабиринты. Давайте я покажу многомерные лабиринты, чтобы было понятно, о чем будет речь. Так, значит, вот такая штука. По многомерным лабиринтам у меня были ролики, я их в ссылочке оставлю. Вот. Сейчас что-нибудь приведу. Интересно, я сейчас выиграю или не смогу выиграть. Ну ладно, неважно. Сейчас, секунда, секунда, секунда. Попытаюсь, попытаюсь, попытаюсь. Вот сейчас. Нет? Нет. Ну ладно. Я думал, вот этот оранжевый цвет, он либо желтый, либо оранжевый, я не помню, там, финиш. Возможно, кстати говоря, это старт. Скорее всего, я сейчас в старт попал. Но не суть. Короче говоря, вот такие многомерные лабиринты я подробнее оставлю ссылочки в описании на свои видео по многомерному лабиринту. Там все очень интересно. Вот. И вот такие штуки, казалось бы, абсолютно разные. Вот. Бандажи и многомерный лабиринт. Ну да, они, конечно, кубические, но я могу бандаж взять, например, какой-нибудь звезду смерти свою, которая, на самом деле... Давайте я сейчас возьму Other Cubes. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Есть ничего-нибудь? Ну, скажем, вот такое оно может быть, да? То есть, не обязательно кубическое. Я могу и здесь бандажи сделать какие-нибудь вот такие веселые. Вот. То есть, вот-вот уже не крутится. Вот-вот-вот-вот так крутится, а вот-вот-вот так вот не крутится, да? То есть, короче говоря, казалось бы, две совершенно разные вещи, и они на самом деле связаны. Почему? Потому что давайте возьмем какой-нибудь бандажик трешки для простоты. Давайте я возьму... Так, сейчас, секунду. Ой-ой-ой, не остановил. Вот такой у нас был, да? Вот. Идея в чем? У нас есть... Давайте для начала расскажу, что такое бандажи. Бандажи — это изначально кубики-склейки. То есть, например, если я возьму... Ну, то, что я только что сделал, склеивал элементы, да? То есть, вот я могу, например, сделать вот так. И оно будет склеено. И я могу, например, сделать еще... Еще вот так. Например, и вот так. И... И вот так. И вот так. То есть, тут как бы, ну... Будет все печально. Прикольно. Прикольно. Вот. Я извиняюсь, я сегодня без скрипта, потому что надо записать срочно, и я вообще не готовился. И вообще, я последнее время записываю без подготовки. Ресет. Все. То есть, у нас есть склейки, и, соответственно, в чем проблема сборки бандажей в том, что, когда у нас есть блоки, блоки блокируют определенные слои. То есть, например, вот здесь вот два слоя, вот эти вот два слоя, да? Вот эти два... Блин, куда же все делалось? Вот эти два элемента я не могу разъединить, потому что здесь стоит вот этот блок, да? Если я сейчас делаю вот так, то здесь стоит блок. Ну, в общем, то есть, короче говоря, некоторые слои заблокированы. Если мы смещаем... То есть, делаем свободный поворот. У нас есть доступный поворот, а у нас есть недоступный поворот. Вот этот поворот недоступный, а вот этот поворот доступный. Вот мы сместили доступный поворот, и у нас блоки сместились. А что значит блоки сместились? За это, значит, обновились недоступные повороты. И доступные повороты тоже. То есть вот у нас теперь, например, сейчас давайте я какой-нибудь пример попроще возьму. Ну вот, например, я скрыл вот такую штуку. То есть вот у нас вот эти два, они разъединяются. Если я сейчас смещу вот этот блок, то они разъединяются. То есть как бы у нас каждый поворот, он картинку полностью меняет, полностью вообще преображает всю картину, которая перед нами пристает. И собирать такие кубики очень сложно. То есть у нас динамичная картина. Мало того, бывает динамичный бандажинг. То есть когда у нас, например, то есть это уже разновидности бандажей получаются. То есть когда у нас блоки сами зависят от условий. То есть, например, у нас есть условия, не знаю, давайте я возьму какой-нибудь Nantmea. Ну вот, например, казалось бы, вот такой простой обычный куб. Вот я смещаю ему вот так. То есть вот этот поворот свободен. Вот я смещаю вот так, и он не свободен уже, все, он не вращается. Потому что у нас изменилось условие. А в условии, если честно, я до сих пор загадаю, какое здесь условие. То есть, условно говоря, здесь пара возникает. То есть вот эта пара, если, например, сейчас запутаю его, то вот, например, вот у нас пара вот это и пара вот это. Нет, это не пара. Вот эта пара. То есть вот эта пара, она не вращается. Вот она. Видите, я не могу ее разъединить. Вот. А если я, например, ее сделаю... Да, вот так вот она разъединилась. Вот, видите. То есть от некоторых условий, вот здесь она не разъединяется, а здесь она разъединилась. То есть у нас есть разные условия, и от этих условий зависят сами блоки. То есть, грубо говоря, вот в этом кубике можно было бы сказать, что вот это, это блок, вот это. Но вот в данном случае этот блок размонаживается. То есть, как бы есть динамичный... Есть обычный поднажник, есть динамичный поднажник. И есть еще всякие... Куча всяких интересных неблочных поднажей, типа, например... Сейчас скажу... Вот. Реверси был. То есть, например... Реверси был, я, кажется, много раз рассматривал. Я не помню на канале, если честно, был или не был. Точно была статья. Статью положу в описание обязательно, и все будет. Но здесь идея в чем. То есть мы вращаем вот раз, и больше мы вращать не можем. Мало того, что мы не можем вращать вот так, мы не можем вращать еще вот так. То есть мы в одном... У нас есть оси. Вот они, оси. И по одной оси мы повернули, по этой оси мы больше вращать не можем. Мы должны вращать по другой оси. То есть вот по этой оси мы не вращать не можем. Мы должны вращать по другой оси. Либо вот по этой, либо вот по этой. И только по стрелке. Опять повернули вот по этой. По этой не можем. По этой не можем. Можем по этой. То есть здесь блока нет, но есть ограничения. То есть того бандажи, это кубы с ограничениями, если в общем случае говорить. Есть еще интересный кубик в статье, давайте я тоже приложу статью про монтажи, такую знакомительную, значит, там приводится два куба, давайте я прямо сейчас ее найду, вот, кстати, вот такой вот кубик тоже монтаж, то есть, смотрите, у нас блок как бы с перепрыгиванием таким, да, то есть мы можем вращать что-то между двумя элементами, но эти два элемента, они вот, ну, с перепрыгиванием, короче. Или вот такого тоже с перепрыгиванием, я их называю кросспространственные бандажи, или вот такой бандаж, вот это вот, вот эти вот две модельки, вот это и вот это, вот конкретно вот синенький вот этот и вот этот с железочками, это единственные два бандажа, которые я до сих пор не представляю, как их смоделировать математически, в том смысле, чтобы, ну, мой метод как бы их мог решить, и чтобы он вообще понимал, ну, на одном языке разговаривал. Включал бы их, потому что здесь, как бы, эти железочки, они имеют определенную рандомную форму, и не вполне понятно, как эту форму, ну, учитывать, где она состыковывается, ну, где она соприкасается друг с другом, да, где вот эти железочки соприкоснутся, где они не соприкоснутся. И вот этот вот, с веревочками, то есть это уже теория узлов, теорию узлов я не копал, не знаю, ничего не могу сказать, поэтому тут пока что ничего не могу сказать. Вот. То есть того, вот они, бандажи бывают вот такие. Значит, но мы будем рассматривать бандажи в основном, либо вот, вот такие, кросс-пространственные, да, то есть вот такие, вот такие. Ну, вот они. Вот. Либо просто блочные. То есть динамичные не будем, кросс-пространственные будем, динамичные не будем. С ограничениями не блочные не будем, да. Вот. Давайте возьмем какой-нибудь куб и что-нибудь на нем придумаем. Ну, например, вот такой. Я, если честно, не помню, как он точно называется. То есть вот фьюст, это если ничего, не смотрите сюда, потому что фьюст, это, давайте еще раз покажу. Фьюст, это вот такой, вот такой куб, куб, вот такой куб, это фьюст. А я сделаю ему еще вот такие блоки и сейчас попытаемся на нем что-нибудь изобразить. То есть вот у нас есть блоки. Значит, первый этап сборки блочного бандажа, возможно, кросс-пространственного, это сборка формы. Давайте я... Нет, давайте я другой возьму. Давайте я возьму просто обычный. Пока что возьму вот такой. И сделаю ему... Блин, сейчас. Секунду. Опять же, не помню названий. Приведу в ссылках документ с всеми бандажами, всеми, какие бывают вообще для трешки. Там все можно будет найти, но, как бы, я сейчас моделировал сам. Вот такой бандаж. Давайте мы его замешаем. Вот мы его замешали. Сборка формы предполагает следующее, что мы должны привести куб в тот в то состояние, когда его блоки все стоят так, как и должно быть. При этом его блоки... Черт, сейчас нарушилось. Сейчас, секунду, еще раз сделаю. Если, например, у нас есть вот блок красный, зеленый, желтый и красный, синий, желтый, если мы, например, сейчас возьмем... Нет, давайте мы возьмем немножко другие блоки. Сейчас, секунду. Вот мы поменяли вот этот блок и вот этот блок. То есть, это, с одной стороны, форма бандажа, то есть, ну, с некоторой точки зрения, это геометрическая форма бандажа. Еще раз, форма бандажа, это не геометрическая форма бандажа. Не в том смысле, что мы... Кубик пересвращается, там, в трапецию или... Не в трапецию, трапецию, это это вода, а кубик это 3D. Кубик превращается в октайдер или в какого-нибудь непонятного ежака, как аксис, или там что-нибудь еще. Нет. Форма бандажа, это именно, что блоки стоят так, как они стояли изначально. Но, вот сейчас они стоят тоже, ну, практически, как они стояли изначально. То есть, действительно, вот, форма их совпадает. То есть, как бы, когда я говорю геометрическая форма блоков, я имею в виду не геометрическую форму всего пазла, кубическую, да, а я имею в виду конфигурацию. То есть, вот, если мы, грубо говоря, обесцветим весь куб и весь куб будет серый, и мы будем собирать только вот эти блоки, то, действительно, ну, это будет очень похоже на то, что... Короче, это будет собрано состояние. Вот. Это я имею в виду под геометрической формой блоков. То есть, бандажная геометричная форма. Но есть еще такое понятие, как форма по цвету. То есть, вот, в данном случае мы собрали геометрическую бандажную форму, но не по цвету. Потому что по цвету она была бы вот такой. Вот, вот эта форма по цвету. Если я сейчас возьму, например, сделаю что-нибудь... Следите за руками. Что-нибудь вот такое. То есть, у нас, действительно, все блоки стоят, и они по цвету все в форме. Но свободные элементы у нас, вот видите, они немножко разрушились. То есть, таким образом, у нас есть бандаж. Вот это, кстати, идеальный бандаж для того, чтобы рассказывать о том, о чем я рассказываю. Найдите его, кстати, в этих самых, в доках, и напишите в комментариях, на чем я рассматриваю. И тот бандаж, который я только что показал, тоже найдите. Значит, идея в чем? Еще раз, у нас есть бандаж. Мы собираем его, его цветовую форму. То есть, вот так. Вот. И у нас есть, соответственно, свободные элементы. Свободные элементы, дальше собираются второй этап. Собираются свободные элементы. Опять же, эти этапы можно делить на два, на три, на четыре, как хотите. То есть, грубо говоря, вы можете, не знаю, расставить их по местам, потом перевернуть. То есть, грубо говоря, вот сейчас они стоят не на местах, а вы поставите их на места, например. Например, вот так. Вот сейчас, например, все углы стоят на местах. Да. А они на местах стоят вот эти три. О, давайте я прямо сейчас. У меня получится это сделать или нет? Наверное, нет. Нет, наверное, мне не получится делать. Но не суть. Короче говоря, вот углы сейчас стоят на местах. То есть, углы можно сказать, что первый этап углов, первый этап, второго этапа, не знаю как. То есть, первый этап сборки бандажа мы успешно завершили. Вот он, сборка формы по цветам. Первый подэтап второго этапа, то есть, второй этап – это сборка свободных элементов. Первый подэтап второго подэтапа, то есть, первый подэтап сборки свободных элементов – это установка их на места. Замечательно. А потом надо их флипануть. Ну, замечательно. То есть, дальше как хотите. Но главное, что у нас есть первый этап – это сборка цветовой формы. Второй этап – это сборка свободных элементов. И я предлагаю собирать следующим образом. Значит, когда у нас есть какой-то бандаж, и нужно собрать его цветовую форму – это перемещение по графу состояний. То есть, если мы, например, нарисуем что-нибудь, сейчас я изображу что-нибудь рандомное. Ну, условно говоря, что-то вот такое. То есть, у нас есть состояние. То есть, вот каждая точечка – это состояние. Вот это состояние – это точечка. Если я сейчас делаю вот так это перемещение вот сюда. Если я сделаю вот так это перемещение вот сюда. То есть, мы просто перемещаемся по тем перестановкам, которые нам доступны. И смотрите, что у нас получается интересная штука. Если у нас есть цикл… Точнее, не так. Сперва мы обсчитываем форму бандажа по графу. То есть, мы пересчитываем просто тупо тупики. То есть, вот если… Давайте так. Если мы провели цикл вот такой, то мы вернулись в ту же точку. То есть, согласитесь, у нас форма бандажа не нарушится. Но при этом у нас могут нарушиться свободные элементы. Потому что свободные элементы, они… Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте так. Мы вот перед тем, как рисовать граф, мы обесцветим все свободные элементы. Я еще раз извиняюсь, потому что я без этого сегодня, без скрипта. Мы обесцветим все свободные элементы. А блочные элементы мы оставим со цветами. То есть, таким образом, если мы сделали вот такой вот цикл, то у нас блочные элементы остались. То есть, цветовая форма бандажа осталась. А свободные элементы могли немножко нарушиться. Нам это не важно, потому что мы собираем форму бандажа цветовую. То есть, как бы вот каждое следующее состояние, это без учета свободных элементов, мы просто… Ну, какое-то состояние цветового формы бандажа. То есть, каждое вот это вот состояние и только одно из них, допустим, вот это вот состояние, оно правильное. А вот эти все неправильные. Соответственно, когда мы… Мы спрообщитываем форму и смотрим, что… Ага, ну, мы находимся, например, вот здесь. Значит, нам надо вот пройти вот так, либо вот так. И мы замечательного чуда пришли в собранное состояние. Все замечательно. Теперь, когда мы собрали… Пришли из… Всех… Из любого состояния вот из-за этого, там пришли вот сюда и так далее. Значит, мы пришли в собранную форму бандажа и теперь нам нужно сделать… Найти все циклы свободных элементов. Как это делать? Все свободные… Все… Эти самые… Все минимальные перестановки для элементов – это циклы. Вот эти. То есть, вот этот цикл – это одна перестановка. Вот этот цикл – это другая перестановка. И больше здесь перестановок, в общем-то, нет. Но можно, в принципе, использовать вот такую перестановку. Но мы можем понять, что это композиция вот этой и вот этой. То есть, в принципе, все минимальные перестановки, то есть, вот, минимальные циклы – это все минимальные перестановки. Теперь давайте мы вернемся немножко на бандаж, который был... Сейчас, секунду, вот наш фуздик, вот я делаю раз, вот я делаю два, и вот я делаю три. Вот такой бандаж. Значит, у нас есть, если говоря, бандаж Force Sexy Moves, который, ну давайте я его все-таки, все-таки давайте я его покажу. Так, вот такой, значит, идея в чем? У нас есть Big Block, вот этот 223, у нас есть 122 и 122, и все, что мы можем делать, это вот так и вот так. То есть, вот, все, мы вернули блоки в начальное состояние. Вот пиф-паф. Здесь вот раз, два, три, четыре. И все, что мы можем делать, это просто вот эта комбинация. И это прям гениально, потому что мы это сейчас используем. И вот мы пришли в начальное состояние. То есть, фактически это Force Sexy Moves, то есть пиф-паф. Ну, он так и называется по-английски. Вот, теперь давайте, вот опять же, я беру вот эти два блока квадратных и делаю их на фузде. То есть, вот этот вот фьюст. Я делаю точно так же вот здесь. Вот здесь. И если бы я сделал сейчас вот этот блок, соединил бы вот так, то это был бы как раз наш Force Sexy Moves. Ну, за исключением того, что ориентация этого вот блока. То есть, вот так вот было бы Force Sexy Moves. Но я этого делать не буду, и у нас будет три блока квадратных. За счет этого у нас будет три пиф-пафа. То есть, один будет вот с этим, с этой парой. Один вот с этой парой. То есть, вот этот красный и желтый. И один красный и зеленый. Ну, и очевидно, у нас будет два направления. То есть, у нас... Ну, там комбинация, короче, можно посчитать. Но суть в том, что у нас будет, что нам говорят, три вида пиф-пафов. Да, на одной, на другой, на третьей. Давайте мы его сделаем какой-нибудь один. Ну, вот мы сделали один пиф-паф. Значит, смотрите, что получилось. У нас не получилось достаточно хорошей минимальной перестановки. То есть, у нас нет такого, что... Вот как в обычных кубиках, не бандажных. Я оставлю вот это реально... Обязательно загляните и посмотрите. Желательно прямо сейчас. А потом переходите еще раз сюда. Потому что я об этом не сказал. Потому что я без царя сегодня. Минимальные перестановки для кубика. Давайте я открою еще один. Пикюбс. Пока он загрузится, значит, говорю. Я оставлю ссылочку в описании. Про минимальные перестановки на обычных головоломках. Куба фишки. Называлось. Называлось видео моей куба фишки. Там изложен весь мой опыт. Про... Вот буквально в полчаса. По любым головоломкам, которые... Ну, вот тип, например, вот такой. Значит, что у нас теперь? Кубик, 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 кубик. Вот. То есть, например, у нас минимальная перестановка. Ну, какая, например, будет? Ну, например, вот такая. Она там, по-моему, есть. Раз. Два. Минимальная перестановка. То есть, здесь видно, что, во-первых, у нас элементы одного типа. То есть, у нас ребра. Вот это угол. Вот это ребро. Там это все есть. Это сказано. И у нас вот три ребра. Они поменялись. То есть, как бы минимальное число элементов одного типа поменялись. Это минимальная перестановка. Зачем они нужны? Для того, чтобы доказать, что вы можете собрать любое состояние головоломки. То есть, идея в том, что у вас есть какой-то рандомный пазл. Там, не знаю, например. Давайте возьмем его. Кассайдер. Вот такой кассайдер. Вот. И... Что-то здесь страшное. Сейчас, давайте я верну нормальный. Ну, например, вот такой. Если вы посмотрите куба фишки, то вы вот такой кассайдер легко сможете собрать. Абсолютно без проблем. Я не шучу. То есть, вот этот кассайдер, у него абсолютно нет никаких проблем, чтобы собрать его минимальными перестановками. Потому что у него вы берете, дробите его на все виды элементов. То есть, вот это один элемент, вид элемента, вот это другой вид элемента, там это третий вид элемента. Это все. Ну, вы делаете циклы, флипы, циклы всех, циклы для одного вида элементов, циклы для другого вида элементов, циклы для третьего вида элементов. Если виды элементов кончились, значит вы делаете флипы для одного, флипы для третьего, флипы для второго, флипы для третьего. И флипы и циклы, это все минимальные перестановки. Когда у вас есть флипы и циклы для всех видов элементов, все. У вас есть полностью, вы доказали, что вы можете собрать любой, то есть вы даже можете не путать его. Вы просто находите минимальные перестановки и как бы на этом все решение заканчивается. Вот. И минимальные перестановки, еще раз, это те, которые переставляют минимальное число элементов одного вида. Теперь, когда мы говорим о минимальных перестановках для бандажа, ну, это я так называю. То есть вот у нас минимальная перестановка, это, ну, давайте так, не минимальная перестановка, а цикл. То есть вот такой вот цикл. То есть когда у нас свободные элементы как-то переставились, а цветная форма, она осталась. Вот эта вот цветная форма осталась, а блоки переставились, эти самые, переставились в свободные элементы. Состояние свободных элементов поменялось. То есть вот они, давайте я еще раз сделаю. Вот. Раз, два, три, четыре. Вот у нас. То есть цикл, цветная форма осталась, а состояние, оно изменилось. Но это не минимальная перестановка с точки зрения не бандажа. Поэтому, как бы, неверно говорить, что минимальная перестановка, ну, если мы не минимальной перестановкой для бандажа, называем вот такую штуку, которая цикл для цветной формы. Тогда неверно говорить, что минимальная перестановка для бандажа или не бандажа, это одно и то же. Вот. Короче говоря, у нас есть граф. И, во-первых, нужно посчитать, нужно... Короче, нам нужно составить вот этот граф. Граф будет состоять из не совсем, я предлагаю его немножко изменить, не совсем из состояния. То есть, разумеется, мы можем хранить состояние, но хранить состояние – это упаришься. Поэтому я предлагаю хранить путь. Путь можно хранить в двух разных вариантах. Можно его хранить в виде строки. Например, давайте я сейчас возьму... Во, отлично, у меня есть блокнот. Давайте я возьму, напишу какую-нибудь абракадабру. Типа R, U, F, U, R, E, M, L, B, там чего-нибудь. То есть, вот у нас идет какая-то комбинация. То есть, допустим... Ну, что мы выписываем? Мы выписываем вот этот путь. Сейчас, секунду. Настроить. Вот этот путь мы выписываем. И мы его выписываем вплоть до развилки. То есть, вот до этого момента. Вот так. То есть, вот мы пришли вот сюда. И вот здесь у нас есть три развилки. Вот сюда, вот сюда и вот сюда. Ну, замечательно. И у нас есть единственная проблема в том, что мы не знаем на самом деле, эта развилка, она... Ну, возможно, возможно... Давайте я сейчас немножко сотру. Подотру немножко. Возможно, у нас развилка... То есть, вот мы шли вот сюда, потом вот сюда. И, допустим, у нас развилка еще куда-нибудь... Вот здесь развилка сюда... А отсюда развилка сюда... А отсюда вот сюда. То есть, вот мы дошли до развилки. И эта развилка может быть, например, входить... Ну, то есть, приводить нас туда, куда мы... Ну, замыкаться. А может не замыкаться. Мы не знаем вот эта точка, то, куда мы пришли до развилки. Вот от развилки до развилки. Вот эта точка и вот эта точка. Это одна точка или нет? Как проверить? Можно, разумеется, запоминать состояние. То есть, можно как бы вести вот всю эту ерунду. И на каждом этапе считать состояние. Это долго. Это много. Это много памяти. Это много времени. Это много вообще всего. Это не очень максимально. Я предлагаю немножко другой вариант. Я предлагаю максимально это дело оптимизировать. Оптимизировать как у меня было видео. Я, наверное, оставлю на него ссылочку. Видео было приблизительно следующего характера. Что мы выписываем еще раз. Вот я возвращаюсь к... Где мышь? К вот этому. Вот, допустим, вот здесь вот у нас развилка. То есть, например, мы можем сделать следующий поворот. R или U. Давайте я сделаю U или R. U или R. Вот если мы делаем следующий поворот U, очевидно, это не может быть циклом. Потому что... Еще раз. Мы смотрим на свободные повороты. Это не просто какие-то повороты. Это свободные повороты. И мы знаем, что если это состояние и это состояние одинаковые с точки зрения цветной формы бандажа, то повороты у них, очевидно, будут одинаковыми. Если у них разные повороты U и R, очевидно, вот это не может быть началом вот этого цикла. Все. То есть, как только у нас вот этот вот поворот другой, мы тут же отметаем, что это не цикл. Если у нас следующий поворот F... А, извините, R. То это может быть началом того же цикла. Замечательно. Смотрим следующий поворот. Если следующий поворот U... Да, может быть. Как только у нас следующий поворот не совпадает, например, F, U, L, а здесь R. Все. То есть, короче, если мы идем по свободным поворотам, просто просчитываем свободный поворот, а без состояния. Мы просто смотрим на то, какие повороты свободны, какие сблокированы. И мы выписываем, тупо вот как бы идем, вот, допустим, давайте я нарисую другим цветом вот это, и мы идем вот так. И вот я нарисую вот это A. Где мышь? Где мышь? Где мышь? Где мышь? Вот это A. А это B. И я нарисую это в строку A и B. И если у нас после B еще один путь идет опять до B, то есть вот все вот эти повороты, вот эти повороты и вот эти повороты, все совпадают, то только в этом случае есть вероятность, что A и B это одна точка и вот эта одна точка. То есть как бы оно пришло, совпало. Как это проверить? Только в этом случае. Вот в случае, когда у нас полностью... Сейчас, как там? R, U, F, U, R, U, R. Я могу ошибиться, но не важно. M, L, B. Вроде не ошибся. То есть если у нас вот это полностью совпадает с вот этим, то мы берем сначала состояние вот здесь и состояние вот здесь. Только в этом случае. Только одно состояние. И если состояние совпадают, мы замыкаем. Если нет, то мы идем дальше вот поэтому. Опять же мы идем как? Мы идем опять же R, U, F, ну и так далее. То есть мы идем до тех пор, повторяем вот эту вот комбинацию сначала, 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 заново, 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 до тех пор, пока у нас не повторится состояние. Вот. Либо, ну, до следующего, до следующей развилки. То есть если она, если у нас вдруг здесь будет какая-то другая развилка, ну, значит это точно не цикл и значит это просто случайное совпадение и у нас здесь было какое-то другое состояние. То есть нам здесь даже не придется состояние читать и вычислять там как это все шло. И что-то еще я хотел сказать. А, ну да. Ну я хотел сказать, что вот здесь вот, например, если давайте я еще раз отмотаю назад и еще раз сделаю то же самое. Вот раз, два, ой, извините, сейчас, раз, сейчас, раз, ну, допустим, два, три, четыре, вот так. То есть вот у нас цветная бандажная форма восстановилась, а вот это вот, то есть у нас цветные, эти самые свободные элементы, они переставились. Ну, замечательно. При этом, если мы выполним это еще раз, сейчас, как я делал, раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. То есть мы выполнили второй раз и опять же форма бандажа у нас точно так пришла в ту же самую абсолютно. У нас те же самые повороты мы повторили. Что мы должны сделать? Мы должны проверить состояние, которое было 8 ходов назад и сейчас оно разное. Разное выполняем дальше. Сейчас еще раз посмотрю, какие у нас были повороты. Раз, два, три, четыре. Опять другое. Опять выполняем, опять выполняем. И до тех пор, пока оно не совпадет. Все, вот у нас совпало. При этом, смотрите, у нас на самом деле в данном случае, когда мы будем делать раз, сейчас, раз, два, три, четыре, мы вернулись, точнее вернулась форма цветная бандажная. И помимо того, что мы должны сделать еще раз следующий ход комбинации, помимо этого у нас здесь развилка, потому что у нас свободные повороты еще вот здесь. То есть, грубо говоря, у нас будет, помимо того, что мы пришли, помимо того, что мы шли из А в Б, потом мы шли из Б, вот все вот эти и вот эти совпадали. Значит, мы идем дальше. И опять они совпадают. Но помимо того, что мы идем дальше, вот здесь еще развилка. То есть, мы потом еще, мы помним, что мы сюда еще должны будем зайти. То есть, таким образом, мы как бы, в общем-то, на этом все. То есть, любой бандаж решается вот таким образом. Что касается лабиринтов многомерных. Я говорил об этом в подкасте. Я не уверен, что сейчас я полностью все это расскажу, что было в подкасте. В подкасте, еще раз говорю, не очень удачно. Если вы хотите, можете туда заглянуть, сумнуть нос. Значит, у нас есть некоторая начальная ячейка. Допустим, квадратная. Идея в том, что у нас должны быть соты. Соты это как... Ну, то есть, я рассматривал лабиринт многомерный на сотах. То есть, у нас есть, например... Это один из вопросов, который меня беспокоит насчет многогранников. Я сейчас списываюсь с некоторыми людьми. С Ватеевым списываюсь, там еще с некоторыми людьми. С Маркеловым. Пытаемся обсуждать многогранники. Некоторые вещи, которые меня волнуют. Например, у нас есть... Из каких многогранников можно построить соты? Из каких нельзя? Из каких... Какие многогранники многомерные могут являться базовыми для лабиринтов? Например, вот если я возьму правильный всеугольник. Вот такой. Ну, условно я нарисовал. Тут, понятно, он не совсем правильный. Но суть в чем, если мы возьмем правильный всеугольник и... Пришпандорим ему... Ещё... Вот эти. То вот здесь у нас будет зазор. И как бы мы ни старались, мы этот зазор... Ну, невозможно построить двумерный лабиринт на правильных пятиугольниках. Потому что вот есть эти зазоры. Если мы... Ну, сюда вот, к этому ребру присобачиваем ещё один пятиугольник, то он нарезает вот на этот. Или наоборот. Соответственно, в 2D на пятиугольниках правильных построить лабиринт нельзя. В 3D на додекаэдрах тоже. Потому что в додекаэдрах тоже там будут... У них тоже зазоры. А вот в 4D на 120 додекаэдрах, которые на базе... На базе додекаэдрах, то есть 4D додекаэдрах, условно говоря. На базе 120 додекаэдрах, соты возможны. И вот в случае с 4D мы из пятиугольника правильного можем построить лабиринт. Почему это так? Это отдельная тема. Это надо прям поднимать, поднимать. Вот. Но в случае в чем, у нас в итоге... Допустим, у нас всё-таки есть некоторый многогранник. Многомерный. На базе которого можно построить соты. И на этих сотах мы говорим, что у нас вот эта вот сторона. То есть у нас есть некоторые... Ну, давайте назовем это гипергранями. У нас есть гиперграни. Это либо 1D сторона. Для трехмерных декайдров это будет 2D грань. Для четырехмерных средоисеченников это будет 3D додекаэдр. Ну и так далее. То есть у нас есть некоторые стены. И мы эти стены либо ставим, либо не ставим. Дальше у нас есть возможность ходить и там втыкаться в тупики. Что мы можем дальше сделать? Мы можем построить правила правой руки. Правила правой руки строится немножко хитро. Оно имеет... Дальше я не говорю прям подробно. Но просто так, если вам интересно, то спросите меня лично. Я вам расскажу. Значит, идея в чем? Мы можем построить алгоритм дьявола для ориентации в пространстве некоторого многомерного многограника 1 на 1 на 1. То есть, если он говорил, если кубик, то 1 на 1 на 1. Если гиперкубик, то 1 на 1 на 1. Если додекаэдр, то там 1 на 1. Ну там как-нибудь напишите. Я это пишу вот так вот единичка на звездочка и 6. Потому что у додекаэдра 6 осей. И заметьте, не один крестик 6. Потому что один крестик 6 это... Короче, есть оси-словая слоевая формула. Это отдельная штука. Еще одна, которую тоже надо было рассказать, наверное. Надо бы рассказать, наверное. Давайте я просто кину ссылку тоже в статью в блоге. Но суть в том, что вот если... Давайте так. 2 на 2 на 2. Кубик это 2 умножить на 3. Потому что вот эта двойка это линейный размер по ребру. А вот эта тройка это количество осей. То есть, если у нас есть 3 оси. Давайте, если у нас есть 4 оси. Сейчас. У нас есть 1, 2, 3. И куда-то туда идет 4. Давайте я его так функцированно рисую. Вот 4 оси куда-то там типа в 4D ушла. И если мы говорим, что у нас есть, например, гиперкуб 1 на 1 на 1 на 1. То это гиперкуб 1 умножить звездочка на 4. То есть, 4 оси. Если мы говорим, что у нас гиперкуб 2 на 2 на 2 на 2, то это вот такая штука. Там 3 на 3 на 3 на 3. Это вот такая штука. То есть, у нас есть линейный размер по ребру и количество осей. Вот, собственно говоря, вся слоя, оси слоя формулы, она и есть. Вот. Значит, сейчас я отмотаю, 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 отмотаю. То есть, того у нас есть, у нас есть некоторый объект. Объект с линейным размером 1 и с каким-то количеством осей. Давайте образначим это через D. То есть, у нас есть, например, там, не знаю, ну вот, например, вот такой вот письугольник. Письугольник, это будет, соответственно, 1 на, кажется, 5. Ну, потому что у него 5 осей. Да? Если мы возьмем D-D-Caider, то у него будет уже 6 осей. Ну, да, действительно. Вот. Ну, если будет соцсечение, то будет еще больше, ну и так далее. Вот. То есть, у нас есть некоторый объект. Где он? Вот. Объект с линейным размером 1 и мерностью D. И мы строим алгоритм дьявола для всех его ориентаций на перехватах. То есть, у нас есть перестановка перехват. И то, что мы перебираем, это вроде бы ориентация, если я не ошибаюсь. Возможно, я немножечко ошибаюсь. То есть, возможно, я должен перебирать не ориентации, а грани. Но, как бы то ни было, грубо говоря, вот представьте себе, что у нас есть кубик. Сейчас нарисую. Вот такой кубик. И мы используем его вот эту вершину и вот эту вершину. Точнее, вот, которая вот там. И мы вращаем его вот таким вот образом. То есть, мы видим все его грани. Как это можно еще нарисовать? Ну, можно провести плоскость вот такую, которая разрежет его по... Ну, вот на шестиугольник вот такой. Я очень криво рисую, но, как бы, понятно, что плоскость, которая проходит по всем граням, пересекает все грани кубика, она рисует, высекает из него шестиугольник. Соответственно, ну, вот по этому шестиугольнику приблизительно и надо будет двигаться. То есть, грубо говоря, вот алгоритм дьявола должен будет перебирать вот эти вот штуки. И таким образом мы будем перебирать все грани кубика. И в зависимости от того, что мы будем видеть, либо там стена, либо мы будем идти дальше, либо, если там не стена, то мы, как бы, выбираем этот путь и идем сюда. Опять же, если здесь стена, то мы идем вот сюда. Ну, и так далее. То есть, вот алгоритм дьявола, еще раз я говорю, я очень коротко сейчас все это не успею рассказать, но сводится вместе алгоритм дьявола, алгоритм для лабиринтов многомерных и алгоритм для наших вот этих вот бандажей. Почему? Потому что у нас есть граф, ну, граф либо состояние, либо граф просто лабиринта, либо алгоритм дьявола просто, ну, алгоритм дьявола, он, на базе алгоритма дьявола мы можем построить вот для лабиринтов. Последнее, что говорю, я в подкасте ошибочно говорил, что для этого всего ключевым образом играет роль задачка про баянистая задачка, совершенно классическая, распиаренная, про бесконечный паровоз, где мы включаем и выключаем свет в каждом вагоне. Это, как мы выяснили, не так, потому что, ну, уже понятно. Почему? Потому что, как бы, непонятно, во-первых, что такое включить и выключить свет в кубике рубика. То есть, грубо говоря, если у нас есть вот этот вот цикл, да, то, ну, вот мы перешли вот сюда, и здесь мы должны включить свет. А как мы включим свет? То есть, мы там что-то должны как-то запомнить или наклейку какую-то поставить, или чего вообще? То есть, как мы можем поместить одно состояние кубика? Так, чтобы при этом еще и эта наклейка... То есть, включенный свет, он же как бы, вот что здесь включенный свет, что здесь включенный свет, какая разница? Он и так включенный. То есть, это состояние света. Свет везде одинаковый, да, а состояние у нас везде разное. То есть, как бы, ну, не вполне понятно, как эту метафору продлить. Я еще с 20-го года, когда я первый раз пререшал кубик... Давайте я его покажу. Great Wall. Кубик. Great Wall. Вот он. Сейчас покажет. Вот такой кубик. Ну, в принципе, то есть, понятно, что он сводится к кубоиду. То есть, вот он свелся к кубоиду. Я не помню точно, как тут надо это сделать. Ну, короче, надо развернуть вот этот центр. Вот так как-то. Вот так. Но при этом надо вот эти вот еще ребра вернуть. И вот этот центр тоже надо таким же макаром развернуть. Но если мы его замешаем, то это будет кошмар. Потому что здесь, ну, вообще просто сущий ад. То есть, что здесь крутится, что здесь не крутится, это вообще кошмар. Вот. И первый раз, когда я вот с ним подействовал, взаимодействовал, это было, кажется, в 20-м году, я как раз написал о том, что, ну, блин, ну, вот. То есть, я понял, что проблема заключается в поиске циклов для бандажей. И я тут же вспомнил задачку про, ну, то есть, найти цикл, ну, значит, задачка про паровоз. И только вот сейчас, в 2024-м году, когда я вернулся к этой задачке, большое спасибо Диме Красночоку, с которым мы сейчас посидели вот сегодня только что. И я, наконец, понял для себя, что вот как раз вот этот алгоритм, вот этот алгоритм, он не требует именно, что вот этих, ну, аналогий с паровозом. Вот. На этом все. Заметку заканчиваю. Что-то как-то 46 минут получилось совершенно неподготовленной. Ну, в общем, как получилось. Вот. Очень надеюсь, что эту заметку я смогу использовать дальше. Вот. Ну, короче, как получилось. Вот. Всем пока. Пока.